Рука, качающая колыбель, правит миром. Английская пословица. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект Живые Души, где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – как отношения с мамой влияют на судьбу человека, как материнская фигура влияет на формирование базового безусловного доверия к миру. А поговорим об этой непростой теме мы с практикующим психологом, травмотерапевтом, телесным терапевтом и мастером добаюкивания Юлией Елясовой. Здравствуйте, Юля. У нас с вами сегодня такая тема отношения с мамой, такая большая. С одной стороны, я так переживала, долго думала, с какой вопроса, с какой стороны подключиться. То ли начать разговор с беременности, да, как беременность влияет на отношения с мамой, то ли там про рождение. Но я решила сделать еще чуть-чуть шаг назад до беременности, про мотивацию на материнство. Потому что, мне кажется, это тоже вопрос, который влияет на то, как вообще все будет дальше складываться. Расскажите из вашего опыта, вот мотивация женщины на то, чтобы стать мамой, как она влияет и вообще и на процесс родов, там, беременности, всего-всего, и на дальнейшие отношения. Здравствуйте, Екатерина. Да, влияет, безусловно, очень сильно, вы правы здесь, что вообще зарождение человека начинается еще, ну, так можно назвать, в ментальном плане. То есть, когда мама только планирует ребенка, даже не только планирует, а о нем там думает, мечтает, да, и когда два человека встречаются, то их планы либо совпадают, либо не совпадают. Вот, и вот это вот формирование психики, личности, оно, правда, начинается еще задолго до зачатия, задолго до того, как две клетки встречаются вместе. Вот женщины, допустим, ну, я так подозреваю, что чаще всего те, кто, например, не могут зачать ребенка, да, приходят на консультации. Что они говорят? Зачем они хотят стать мамами? Что стоит за желанием стать мамой, вот, ну, вот, в запросах клиентских вообще? Это очень сложный вопрос, да, такой, очень сложный, философский. У меня даже бывают клиентки, которые приходят и говорят, заставьте меня захотеть, потому что срок уже подходит. Часики тикают? Часики тикают, да, время идет, а я еще до сих пор не хочу. И на самом деле это проблема такая, ну, по-настоящему хотеть ребенка. Хотеть не для того, чтобы, там, о тебе кто-то заботился в старости, не для того, чтобы закрыть какие-то социальные вопросы, потому что часики тикают, нужно родить. Чтобы муж не бросил еще. Да, чтобы муж не бросил, или укрепить брак, или, например, мы на грани развода, и надо срочно забеременеть, да, вот эта история. А захотеть ребенка для того, чтобы подарить жизнь, и для того, чтобы этот человек стал учителем. Потому что ребенок, ну, дети, да, вот женщины, которые имеют детей, они нередко говорят, что ребенок меня учит, это мой учитель. Потому что ребенок, это такая еще светлая душа, которая еще никак не отесанная, да, этим миром. И она действительно приходит с таким, ну, намерением, возможно, да, реализоваться полностью. И у каждого человека, у каждого из нас с вами, когда мы рождались, наше количество энергии, наш потенциал, он настолько огромный, что мы готовы, если нам ничего не будет мешать, то мы готовы реализоваться полностью. Но дальше встают вопросики, как реализоваться, да, как родители обучают ребенка этой энергией, собственно, и пользоваться, где она обрубается, где она останавливается, где она прекращается, где она порицается как-то, да, ну, и так далее, и так далее. Все это выходит в проблематику самореализации во взрослом возрасте. Несмотря на то, что вот процесс зачатия, это когда и мамы клетки, и папы клетки встречаются, все равно самая большая работа всегда в терапии проходит именно с материнской фигурой. Почему так? Почему именно мама такой является важной и такой влиятельной на судьбу? Да, ну, мама – это основной травматизатор, наш с вами всех, этого не избежать. Как бы мама ни старалась быть хорошей, доброй, любящей, но, тем не менее, основную травматизацию все-таки наносит материнская фигура. Почему? Дело в том, что когда ребенок только рождается, ну, вот только-только он родился, да, и его кладут на живот к маме, случается в природе так называемый импринтинг, когда случается запечатлевание. То есть ребенок запоминает эту фигуру, для него это просто фигура, да, как основную и главную, за которой я должен следовать во что бы то ни стало. Потому что эта фигура будет обеспечивать меня едой, теплом, заботой, ну, и, в принципе, выживанием, да. И тогда, какой бы мама ни была, ребенок все равно будет за ней следовать. Даже если мама там, ну, какая-то агрессивная или эмоционально холодная, или какая-то там, не знаю, злая, уставшая и так далее, и так далее. И интересная такая штука, что когда человек взрослым становится, да, то все равно материнская фигура все равно где-то присутствует. Ребенок очень хорошо запоминает материнские послания различные. Послания могут быть не обязательно словесными, они могут просто демонстрироваться какое-то поведение, да, и ребенок его просто запоминает. И поэтому мама – это основной травматизатор, и это основная фигура, с которой работают вообще все психологи. Вот. Еще такая интересная штука тоже. Дело в том, что вот вы вначале сказали, да, что еще до слияния двух клеток уже происходит, ну, какое-то формирование человека такое, вот мы говорили об этом, да, ментальная структура. Дело в том, что когда две клетки сливаются и начинает образовываться потихонечку тело, да, это сначала это просто материя, это даже не тело, это просто объем каких-то клеточек. И дело в том, что этот объем составляет, ну, наше тело затем, да, и все, что происходит с ребенком в утробе и с мамой в том числе, все это тело наше запоминает. И поэтому весь опыт, не знаю, если мама, например, когда узнала, что беременная, испугалась, или вдруг ей было стыдно, если это внебрачная беременность, или вдруг она рассказала о беременности своему партнеру, а он на нее разозлился и сказал, я тебя бросаю, все, ты мне не нужна. И тогда любые эмоции, которые проживает беременная женщина в самом начале, все это запечатлевается в клеточках вот этой материи, которая образуется. И тогда это остается в памяти, как меня не хотели, я тот, за кого стыдно, или я тот, кто не нужен своему отцу, например, такая вот история. И вот это все на уровне клеток запоминается человеком, затем психикой перерабатывается, и во взрослой, в обыденной реальности это проживается, как я никому не нужен, или я недостоин, или я недостаточно хорош, или я недостаточно умна, или я недостаточно красива. Все вот эти недо, они рождаются очень глубоко, глубоко там, грубо говоря, прям из тела исходят, да, и поэтому любое состояние материнское, оно очень сильно влияет на последствия, вообще создает последствия нашей жизни. Это очень такая интересная тема. И насколько я знаю, вы хорошо в этой теме ориентируетесь, поскольку вы один из немногих мастеров добаюкивания. Давайте расскажем нашим зрителям, что же это за метод такое добаюкивание. Добаюкивание – это такой метод психотерапевтической работы с очень глубокой частью личности. Этот метод придумала Виктория Аверкеева, это психолог, клинический психолог, вообще потрясающая женщина, мать, по-моему, троих или четверых детей, в общем, такая, ее такая тема. Вот, и этот метод включает в себя трансовые методики, телесную терапию, расстановки и реперентинг. Это перенос родительской фигуры на другого человека. Это глубокая такая трансформационная практика, которая для взрослых детей, можно так, если в кавычки взять, да. Это практика как раз-таки перепроживания внутриутробного периода, если там была какая-то травматизация периода рождения и первых месяцев жизни, когда ребенок только-только налаживает вот этот контакт с внешним миром через маму. И если, например, мама попала в больницу после родов и разлучили ребенка и мать, и если, например, ребенок попал в реанимацию и не было вот этого контакта, то тогда происходит определенная травматизация в определенный период. Это так называемые травмы развития в определенный период, если мамы не было, если не было нужного контакта, тепла, заботы, любви, то, условно говоря, если так метафорически брать, то у человека прямо образуется в этом месте некая дыра такая, да, как будто бы пустотность, как будто бы этого нет. И очень часто клиенты на консультациях, они прямо это обозначают, как в теле, обычно там где-то в груди у меня как будто бы какая-то пустота, ну, когда мы касаемся определенных тем. И вот этот метод, он позволяет перепрожить, перезаписать мою собственную историю внутриутробного прохождения вот этого периода рождения и первых месяцев жизни. Давайте в двух словах опишем, как это по процессу происходит, да, чтобы люди понимали, что они не будут сидеть там, знаете, в трансе, у них слюнка вот тут потекла, да, ну, как бы что-то все безопасно, что все даже очень красиво. Как это происходит? Да, как это происходит обычно? Ну, я предпочитаю делать это в групповом формате, потому что групповое поле работает вообще безупречно. Всегда сильнее. Да, всегда намного сильнее. И как это происходит? Группа, условно говоря, делится на две части. Одна часть это тот, кого, те, кого будут добаюкивать, и вторая часть это тот, кто будет добаюкивать. То есть взрослые люди приходят и участвуют в той и в той роли. Эти две роли, они взаимодополняемы, это такой процесс, который, ну, полностью, вот, чтобы его прожить, да, необходимо и в той и в той роли побывать. И человек, которого добаюкивает, он приходит, ложится в гамак, там включается специальная мелодия, белый шум, так называемый, который мы слышим в внутриутробном времени, да, это стук сердца матери, шум крови, какие-то отдаленные приглушенные звуки, разговоры. И в этот момент тело человека, находясь в гамаке, а это подвешенное состояние, условно говоря, примерно, как в отробе, да, как в матке, и плюс вот эти вот звуки, да, и в этот момент тело, хотите вы, не хотите этого, да, оно погружается в очень ресурсное состояние. Потому что самое безопасное место для человека – это утроба. Это место, где не надо заботиться о еде, о тепле, о звуке, не знаю, о чем-то еще, да, это всегда тепло, комфортно, одинаковая температура, приглушенный свет, отсутствие каких-то других, ну, там, людей и так далее, да. И тогда человек попадает вот в это очень-очень ресурсное состояние, да, и отсюда начинается сам процесс. Ну, я не буду там подробно рассказывать, да, но заключается это в том, что у человека там внутри утроби, если была какая-то травматизация, то этот материал всплывает, да, он поднимается наверх, и дальше с ним уже происходит работа на самом тренинге. Тренинг сам очень бережный, очень экологичный, здесь нет каких-то жестких методик, нет какой-то там, ну, вот прям провокации, да, провокации, чтобы туда залезть, прям как-то чего-то, да, он еще, чем мне нравится именно этот метод, поскольку я сама прям забережность в терапии, это тем, что вот ровно, насколько готова психика углубиться в эти переживания, настолько она и уйдет, потому что дальше, ну, просто не пустит, если нет ресурса, вот, поэтому здесь это не обязательно, если вы приходите в добаюкивание, не обязательно вы там попадете в травму, да, вы можете просто набраться ресурса. Заполните эту пустоту. Да, заполните эту пустоту. Либо человек просто иногда думает, что вот я сейчас приду и прям прокричусь там, прорывусь в этом гамаке, приходит, и ничего такого не происходит. Поспал. Да, ну, там, условно говоря, да, поспал, но он выходит очень отдохнувшим, очень наполненным таким. И добаюкивание в процессе, да, помимо того, что человек обаюкает в гамаке, там что-то происходит, еще он проживает процесс рождения, потому что из гамака прям происходит рождение. И вот эти первые месяцы, когда мама со мной рядом. Если, например, у меня в опыте было такое, что когда я родился, меня сразу же забрали в реанимацию, условно говоря, или маму, да, и я остался в этом кювете где-то, где все дети, и не было мамы рядом, то здесь удается прожить вот это время, когда мама рядом постоянно. Да, и здесь в этом методе очень хорошо работает перенос, то есть перенос родительской фигуры. Потому что когда человек погружается в это глубокое состояние, он прям становится младенцем, он вспоминает тело, вспоминает те самые переживания, те самые опыты. И когда я смотрю на взрослых дядечек и тетечек, да, которые прям на моих глазах, вот когда они рождаются из гамака, они становятся очень такими маленькими, какими-то, ну, такими уязвимыми, ранимыми. Да, и вот это поле, оно прям лечит. Поле, вот, ну, большая группа людей, это потрясающий процесс, очень красивый. А в вас что поменяло, как вы пережили свой опыт рождения и добаюкивания, ну, как клиент? Да, да, безусловно, когда я увидела, узнала об этом методе, да, я просто поразилась, я, у меня внутри что-то во мне отозвалось, что я точно должна это попробовать. И в какой-то момент я поняла, что все, я хочу, и я организовала сама обучение здесь, в Барноле, я привезла Викторию сюда, ради себя, можно так сказать. Да, и прошла сама добаюкивание процесса, мой процесс был очень глубоким, это кардинально изменило мою жизнь. И самое интересное, что этот процесс, да, он разворачивается, вообще, результат этой практики от трех месяцев до года. Ого. Да, потому что поднимаются очень глубинные слои психики такие, да, активируются, и для того, чтобы мозгу это переработать, ему нужно очень много времени, да, потому что там какие-то вещи вдруг связываются, вдруг меняется поведение, вдруг меняется отношение, вдруг мир становится безопаснее. Потому что ключевое послание этой практики, это восстановление базового доверия миру, то есть восстановление безопасности. Я с миром нахожусь в контакте, и мне безопасно. Вот такое вот. Вот, ну, как бы, один из распространенных сценариев родов в России, да и в мире тоже, это вот Кесарева, да? Есть какая-то особенность вот работы с таким опытом, то есть с кесарятами? Да, да, безусловно. Дело в том, что процесс сам по себе рождения запускает ребенок. Да, не мама такая решила, сегодня я буду рожать, да, а внутри решает ребенок. Ну, решает, понятно, что не мозгом, да, как-то телесно. И очень важно, чтобы у ребенка случился вот этот импульс. Я хочу родиться, я готов прийти в этот мир. Мне, ну, там, я достаточно напитался вот этим всем, да, все, что здесь вокруг меня находится, и я уже готов родиться. И если этого не происходит, то у человека внутренне, затем он живет с, ну, то есть решение приняли за меня. И тогда, когда я живу, то я как будто бы не ощущаю, что я здесь могу что-то решать. И тогда мне нужен кто-то, на кого опереться, мне нужен кто-то, кто мне скажет, что делать, в какой институт поступить, за кого выйти замуж, когда рожать детей, на какую работу устроиться, в какой цвет покраситься, какую одежду носить, да, вот эта вот вся история. То есть вот это первое, первостепенное, то есть выбор такой, что я выбираю родиться, это мое собственное решение. И эта практика, она позволяет перевыбрать, то есть она позволяет человеку этот выбор сделать, потому что в гамаке он может находиться ровно столько, вот пока ему хочется, да, там, понятно, что практика, она ограничена по времени, да, это тренинг, но, и это часто, кстати, самая часто встречающаяся, наверное, реакция клиента, когда он лежит в гамаке и говорит, я не буду рождаться, я не хочу, мне здесь хорошо, я знаю весь ваш этот мир уже, не очень-то и хочется, да, не очень-то хочется, а здесь все хорошо. И вот это вот добыться, дождаться, дать право ребенку выбрать, да, когда уже все, мне достаточно, я готов появиться на этот свет. И люди, прошедшие такой опыт, и те, кто обрели вот это вот право, да, себе вернули, они затем в жизни, что меняется? Они начинают быть неожиданно для себя более решительными, они начинают что-то выбирать, они начинают что-то говорить, говорить о своих желаниях, о своих потребностях, и это такой неочевидный результат, да, потому что часто спрашивают, а что дают добаюкивание, ну вот как это? Но оно дает такие какие-то мягкие, неочевидные вещи, когда человек, в принципе, начинает к миру по-другому относиться. Он выходит вечером на улицу и чувствует, что ему безопасно, в отличие там от предыдущего времени, когда, как только темно становится, сразу же человек как-то группируется, как-то сжимается, как-то не очень любит гулять или нужна компания и так далее, и так далее. А здесь появляется вот это внутреннее ощущение безопасности, ни с чего, не потому что что-то изменилось вокруг, а потому что поменялось внутри. А мамы зачем идут в этот опыт? Ну вот в роль мамы, я имею в виду. Да, хороший вопрос. Роль мамы, что дает роль мамы? Очень часто многие думают, что, ну вот если я иду в роль мамы, то я иду как будто бы кого-то лечить, ну лечить условно говоря, да, как будто бы я иду для кого-то, вот кто-то там есть недобаюканный, да, я иду служить, иду там быть терапевтом, это совсем не так. Дело в том, что каждая роль туда и обратно, почему я сказала, что это единый такой процесс, взаимодополняющий, каждая роль про человека, она дает ему что-то. И роль мамы позволяет мне как расшириться, как проводнику. Дело в том, что люди, которые работают с другими людьми, ну вот вы, например, да, я, у нас есть определенная энергоемкость, определенная выносливость, вот сколько людей я могу, условно говоря, там через себя пропустить, да, проконсультировать или там проинтервьюировать, вот это все. И роль мамы, она дает возможность мне внутренне расшириться. И роль мамы очень часто коррелируется с моим внутренним родителем. То есть у меня есть внутренний родитель, который может быть какой-то строгий, да, или какой-то там жесткий, жестокий даже иногда, то в этой роли мне удается вот эту безусловную любовь прям почувствовать. Потому что, ну все же слышали, что такое безусловная любовь. А как это, ну ладно, понимать это можно, а как это ощущать? Как это прям телесно прочувствовать? Как это чувствовать безусловную любовь? Вот эта практика позволяет вот это чувство прям ощутить к совершенно незнакомому человеку. Я вообще не знаю, кто там в гамаке, потому что когда мамочка выбирает гамак, гамак полностью завешан. И ты максимум что знаешь, это мальчик или девочка? Ну потому что тебе подходят и говорят, а так кто там лежит, да, что это за человек, какой у него характер, какие у него взгляды и так далее, и так далее, какая у него вера. Все как в жизни. Все как в жизни, потому что когда ребенок в маме зарождается, она не знает даже пола. Она не знает, какой будет характер, цвет волос, вредный он или не вредный будет, своенравный или нет, или послушный, но она уже начинает любить. То есть по идее, да, вот этой безусловной любовью напитывается и должен напитываться ребенок внутри. Но если этого по разным причинам не происходит, то если у меня нет опыта чувствовать безусловную любовь, тогда я как будто бы любовь в этом мире должен как-то заслужить. Я должен быть хорошим, послушным, умным, молодцом, красавицей, закончить институт, чемпионом, получить медаль. То есть я как будто бы должен в этом мире, чтобы отличиться, да, как-то вот, ну вот чем-то заслужить. Это человек же, который получал, безусловно, любовь, у него есть ощущение, что меня и так любят. И тогда я могу действовать из своих собственных потребностей и желаний, а не в угоду кому-то, чтобы отличиться. И тогда я могу по-настоящему реализовывать именно свой потенциал. Именно то, с чем я пришел в эту жизнь, с чем, как хочет реализоваться моя душа здесь. Я хочу быть учителем, аскетом, не знаю, там, ходить по горам. Клоуном. Клоуном быть, да, вообще кем угодно. Или, там, великим поваром, да. И если вот этого заслуживания любви нет, то, ну, оно есть у меня внутри, да, эта любовь есть. Тогда я могу становиться вообще кем хочу. Мне не надо никого спрашивать, ни перед кем оправдываться, там, за это стыдиться, виниться и так далее. То есть это дает возможность вот той энергии, тому потенциалу, с которым я пришел в эту жизнь, полностью раскрыться и реализоваться. Ну, вообще, это же очень, ну, так, об этом не принято говорить, но история-то распространенная. Когда мама, ну, ребеночка рождает, а вот это, безусловно, любви к нему не чувствует. А что стоит за этим? Ну, то есть, что запускает этот процесс вот этого, ну, не чувствования? Да, да, это правда, это правда. И это не в вину мамам, да, потому что там они как-то не так любят своих детей, но это правда. Дело в том, что это такая история родовая, да. И очень часто в терапии мы уходим прям, ну, там, через расстановки уходим прям к какой-то фигуре, там, в роду, которая когда-то решила, что, ну, вот, любить сейчас ребенка, его надо сначала, там, не знаю, накормить, например. Вот в послевоенное время, не до того. И вот этой безусловной любви как-то вот в роду где-то кто-то прервал этот поток, да, и тогда человек живет с этим чувством, что надо как-то заслуживать, что надо каким-то быть. И если мама сама травмированная в детстве таким же родителям, то ей просто неоткуда это дать. Не потому что она какая-то плохая, неправильная или что-то делает не так, а потому что, ну, этого, условно говоря, в ней не положено, в нее туда, вовнутрь, да. И тогда откуда она из этой же пустоты и транслирует ребенку эту же пустоту. Да, и тогда получается вот эта вот постоянная передача, ну, этого, этой истории, такая вот родовая. А можно ли делать добаюкивание с своими кровными детьми? Угу, хороший вопрос. Да, можно. Есть такой, но это отдельный формат, и он в Барнауле существует. Я тоже провожу такие группы, когда мама добаюкивает своего собственного ребенка. Там единственное, ну, есть небольшие ограничения возрастные, потому что ребенок до 6 лет, он еще такой, ну, он в игре, он такой, он быстро устает, не выдержит этого процесса. А где-то с 7-8 лет до 13-15 примерно, да, вот такая группа может вполне себе организоваться. И что здесь происходит? Здесь, ну, там, определенные есть вещи, которые нужно сказать ребенку, чтобы не вводить его в мир взрослых вот этих всех понятий, там, травмы. Без лишней психологизации. Да, да, без лишней психологизации. Потому что для ребенка это скорее представляется как такой игровой процесс, что ты придешь, и мама тебя как будто бы в животике добаюкает. Ты можешь ее попросить о каких-то вещах, чтобы она тебя покачала, что-то тебе спела, да, потому что иногда бывает, что там мама недостаточно пела в детстве, а вот мне всегда хотелось, да, и здесь именно можно ее об этом попросить. Здесь очень классно подключается телесная практика, когда ребенка мама прям выглаживает. Она его там всячески, ну, там, говорит ему какие-то приятные слова, она его качает, держит на ручках. И ребенок может дополучить здесь, например, если он кисареный, да, то он может родиться сам и решиться. И если, например, были какие-то сложные роды, и что часто у мамы возникает чувство вины, да, ребенок как бы, ну, там, родился и родился, но мама часто может себя виноватой чувствовать, что вот я хотела сама родить, а там кисарили, да, или я так готовилась, я вот все планировала, но раз не получилось, как я хотела. И вот с этим чувством вины, ну, мама как будто бы приправляет свою любовь этим чувством. И это не очень полезно для ребенка и для мамы, да, а здесь в этом процессе можно прожить эти роды заново, да, и так, что прожить, как я хочу, да, вот как я хотела создать там для ребенка определенные условия, здесь я их могу прям создать. И я могу с ребенком, если, например, его отняли после рождения сразу же, я могу с ним прям набыться после вот, ну, родов, да, из гамака, я могу прям с ним набыться, наобниматься, там, нацеловаться, там, они там вместе лежат, как-то обнимаются, мама его качает, любит. В общем, это очень полезно и для мамы, и для ребенка. Ну, плюс тут еще и тревожности меньше, потому что это точно, значит, все безопасно, все кончится хорошо. Да. Давайте все-таки пару слов уделим папам. Если мама у нас, как вы говорите, главный источник травм для мамы, да, все-таки папа, что может сделать для того, чтобы минимизировать маму, мамины травмы, так сказать, ее послание, вот эти травмы будущие? Да. Папа здесь, мужчина в роли папы, он проживает свою нужность, свою важность, потому что очень часто папа как будто бы отстраняется от беременной женщины. Что я там к семи годам подключусь, когда на рыбалку. Да, да. И отстраняется, потому что ребенок маленький, я не знаю, как с ним, что там делать, да. А здесь прям ощущается вот это, что я здесь нужен и важен. И моя роль тоже важна, потому что для ребенка, для маленького правда важна роль папы. И там было какое-то время, да, что вот, ну, в три года, условно говоря, когда Эдипа в переход происходит по Фрейду, в три года папа может подключиться. А до этого времени ребенку достаточно мамы. Но сейчас психологи уже говорят о том, что это не так. Папа нужен точно так же сразу, и папа важен точно так же сразу. Почему вот эти появились совместные роды, вот это, ну, приучение ребенка к рукам папы, да, чтобы он был все время с ним в контакте. Поэтому важны оба родителя. Мы состоим на 50% из мамы и из папы. Нам нужны обе эти части. И папа помогает маме в родах быть вот этой опорой. Когда он может подойти, и мамочка, например, когда, ну, добаюкивает, она может уставать, или у нее поднимаются какие-то эмоции. В этот момент, когда папа приходит и становится такой опорой и силой, такая сила извне, то мамочка может расслабиться. И тогда ресурс у ребенка появляется больше. Ну, то есть возможность дать ребенку больше ресурса, потому что есть поддержка и опора. Класс. И по логике, да, от мотивации к материнству, к зачатию, к беременности, к рождению, к первому годику еще двинуться к такому тоже вопросу, который часто взрослые запрашивают в отношениях с материнской фигурой, про взрослость. Вот с какого момента хорошо бы маме начать смотреть на своего ребенка как на взрослого, потому что часто я слышу, как там, даже среди друзей жалуются, что, ну, вот они ко мне как ребенок, ну, мне 40 лет, насколько можно, да, на мне смотреть на ребенка. Как вот этот процесс отпускания во взрослую жизнь, да, проживать экологично, как помогать родителям это делать, если ты ребенок, как помочь своим детям отпуститься в жизнь взрослую самостоятельную, что можете про это сказать? Процесс отпускания ребенка, да, так называемая сепарация, если брать термины, это такой необходимый этап развития. Но сепарация это, условно говоря, если вы съехали от родителей, то часто... Это еще ничего не значит. Мои клиенты такие говорят, ну, я вроде бы сепарировался, я съехал от родителей, да, я живу отдельно и все такое, но я до сих пор звоню маме и спрошу, мама, а я вот это или вот это покупаю сейчас, а мне вот как лучше сделать, да. То есть до тех пор, пока остается вот эта вот материнская фигура как референтная точка, то есть как фигура, на которую я все время опираюсь, на которую я все время оглядываюсь, в которую я все время обращаюсь, что бы в моей жизни ни происходило, первым, кого я вспоминаю, это мама, да. И это нормально. И ребенок сепарируется тогда, когда достаточно любви. И когда вот это вот была, например, условная любовь, что мы тебя любили, потому что ты пятерочки носил, или там хорошо, не знаю, спортом занимался, или медальки какие-то заслуживал, или там поступил сам в институт. Если вот это присутствует в семье, то ребенку всегда будет не хватать этой безусловной любви. И сепарироваться, и по-хорошему, да, как сепарация происходит. Когда я наелся, условно говоря, напитался, мне достаточно, то я могу повернуться и смотреть в мир, я могу пойти дальше, да. Но если этого не было, если этого не хватило, то я все время буду как будто бы оглядываться назад, как будто бы вот это вот там добирать. Но мама дала ровно столько, сколько могла дать. Больше она дать не может. И в этом такая трагедия сепарации, да, что с одной стороны я вроде бы хочу остаться с мамой, и мне с ней вроде бы хорошо, и мне нужно до нее добрать, вот взять вот этого всего. А с другой стороны я уже хочу пойти своей дорогой. И ребенок, если брать здоровый вариант такой, да, он встает перед выбором. Как раз-таки примерно там 12, 14, 16 лет по-разному, да. Когда, если за моей спиной этого достаточно, и мне хватило, то я чувствую, что я любим безусловий, и куда бы я ни пошел, это чувство во мне внутри. Это не где-то там. И тогда я шагаю в новый мир, и я могу, конечно, на маму оглядываться и благодарить ее, да, иногда к ней возвращаться, но у меня есть опора внутри на себя. У меня есть это ощущение, что во мне достаточно любви, я полон, и я могу уже опираться на себя. Да, и вот этот процесс сепарации, это как раз-таки, когда я начинаю у себя появляться. Когда внутри меня не мама, которая мне постоянно что-то дает, а есть я, и я могу опереться на себя. И сепарация, это не значит, что я прекращаю связь с родителями, я с ними не общаюсь, я к ним не обращаюсь за помощью, это не значит. Но это значит, что у меня внутри появился стержень, появилось вот это я, мое, мое личное я. Ну, собственно говоря, это и есть процесс где-то рождения, да, когда я рожаю ребенка, научаю его жить без меня, то есть создаю ему такие условия, да, в которых он вырастает личностью, становится на ноги, где ему хочется чего-то добиваться, где он уверен, что у него получится. Потому что я в него верю, ну, как мать, да, я его напитываю этим, и эта вера есть у него внутри. И он за что бы ни взялся, даже если у него что-то не получилось, он скажет, ну, окей, я попробую другое, да. Но если этой любви нет, и у меня вдруг что-то не получается, то мне надо срочно забраться к маме на ручке, ну, утрирую я, да, метафору такую говорю, и там, чтобы меня скорее напитали, как-то пожалели, или дали мне вот этого ресурса, потому что я сам себе дать этого не могу. У нас еще есть один блок, когда мы просим эксперта поделиться каким-то упражнением, или фильмом, или книжкой, чтобы вот гармонию в отношениях с мамой как-то приблизить. Есть ли вам что-то оригиндать? Да, есть одна книга, которую точно должен прочитать каждый, она абсолютно простым языком написана, там, для психолога, не психолога, она всем будет полезна. Называется книга «Тайная пора» Петрановская Людмила, это очень известный детский психолог. И там, я так кратко о ней скажу, да, там наше развитие разбито по периодам определенным возрастным, и в каждом периоде какая потребность у ребенка возникает. Это очень подойдет для мамочек, которые уже родили ребенка, неважно в каком он возрасте, но вы будете понимать, на каком периоде вы чего не додали, и что можно компенсировать. Это подойдет для тех, у кого нет детей, абсолютно точно, и для тех, кто даже не планирует детей просто, чтобы узнать про себя что-то, чтобы понимать, а как у меня это устроено. Но, безусловно, ни одна книга не заменит терапии. Это 100%. И вторая книга, такое название у нее интересное «Стань себе родителем». Да, и эта книга, она тоже передает интересный опыт автора самого, да, как он рос, как к нему относились родители, как он столкнулся со всеми последствиями. Такая прям личная история. И здесь очень интересно. Дело в том, что в терапии есть прям ряд целой практик и методов, которые направлены на то, чтобы стать себе родной матерью. Прям есть такой вот, ну, целый блок такой, да, вот «Стать себе родной матерью». Я не буду их перечислять, их очень много. Но когда эти техники применяются в терапии, то человек обретает как раз-таки вот эту внутреннюю устойчивость, опору, веру в себя, возможность двигаться дальше, возможность опираться именно на себя. У нас очень интересно. Большое спасибо за этот содержательный, теплый, душевный разговор. Хочется верить, что и у зрителей, и после него базового доверия к миру станет значительно больше. А следующая наша встреча будет посвящена воспитанию. Как воспитывать детей без насилия, обсудим. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!